Вот он, антикризисный Версаль за каких-то миллиард рублей. Дом, который построил бывший начальник федеральной таможенной службы, ну а ныне безработный Андрей Беренинов. Предлагаем вам посмотреть, где живет экс-руководитель ведомства. Это дом площадью полторы тысячи квадратных метров. В нем три отдельных крыла, одно из которых отведено под небольшой крытый бассейн. На территории особняка перед входом припаркованы сразу несколько дорогих автомобилей. И строить такой дом может больше миллиарда рублей. Этот дом стоит порядка одного миллиарда, то есть в районе 12-15 миллионов долларов. Сам участок великолепный, он примыкает к лесу, конечно, но он небольшой. Сделано все с умом, со вкусом и для Каужского шоссея я считаю, что это один из, наверное, лучших домов в том направлении. Перед домом Беренинова небольшой сад, но в нем дорогие и достаточно редкие растения. Они требуют специального ухода. Значит, в доме у экс-главы ФТС работает и садовник. Разбиты цветники, есть живая изгородь, есть хвойная живая изгородь. Соответственно, все, что есть на участке, требует умелых рук садовника. Однозначно, что без постороннего труда человек за таким большим участком ухаживать не может. Если человек пытается нанимать садовника, то работы по уходу за таким участком стоят не меньше, чем 3 тысячи долларов за сотку. Ну и о том, что и сколько может стоить в таком особняке, как у Беренинова, узнаем у архитектора Никиты Старцева. Здравствуйте, Никита. Ну, все-таки, как называть вот это сооружение? Это дом, имение, усадьба, особняк? Что это, учитывая, что стоит больше миллиарда? Да, здравствуйте. Ну, на самом деле, домик достаточно симпатичный, сделан без особых изысков, то есть серьезного шедевра я там не вижу. Вот, что касается отделки самого дома. Ну, скорее всего, там значительный цокольный этаж, который, ну, под всей площадью дома, да? Ну, как минимум, это монолит. Вот, то есть серьезные конструкции, включая, тут включаем сразу системы инженерные. Для дома. Это отопление, это система кондиционирования, вентиляции, что тоже достаточно сложное. Инженерные сети. Плюс, ну, я бы в таком доме делал, наверное, если не целиком умный дом, то элементы этого умного дома, да? Каркас, ну, как я сказал, скорее всего, вот, опять-таки, такой дом. Цоколь-монолит. Первый этаж, он же основной, делается либо из кирпича, либо монолит-кирпич. Вот. Перекрытие, скорее всего, железобетонное и монолитное. Ну, и мансардный этаж кровельный, там, ну, очевидно, деревянная стропильная система. И, ну, кровля, наверное, гибкая черепица. На съемках не очень хорошо видно. Вот. Ну, по самым скромным подсчетам, вот отделка, такой дом, скорее всего, сейчас, ну, вот, в таком дворцовом стиле, хоть и достаточно скромном. По самым скромным подсчетам, отделка из натурального камня, целесообразнее в таком доме делать именно отделку из натурального камня. От 10 миллионов, вот, рублей, ну, это самый-самый минимум. Можно найти, если искать. Вот, если честно, я не успеваю за вами приплюсовывать слагаемые вот этого вот дома. Вот, если честно, давайте по времени. Сколько примерно можно этот дом строиться? Учитывая, что там есть еще хозпостройки, гостевые дома и прочее, прочее, прочее. Ну, смотрите, если это делать быстро и нет проблем с финансированием, можно все сделать под ключ за год. Ну, я имею в виду коробку. Интерьер – это отдельная тема, и я бы в таком доме делал самое интересное, самое вкусное внутри, именно. Да, вот об этом говорит как раз, мы сверху это хорошо видим, световой фонарь. Там, скорее всего, двусветное пространство над помещением бассейна. То есть полгода, год, два, три, сколько примерно может занять постройка? Ну, я думаю, в среднем, наверное, это год. Так как растягивать тоже смысла никому нет. Это очень важный временной промежуток. Мы будем сейчас проводить некоторый математический эксперимент. Ну что ж, большое вам спасибо. Это действительно очень важная информация, она нам сейчас в выпуске очень пригодится. Спасибо, Никита. На прямой связи с Лайфом был архитектор Никита Старцев. Ну, сегодня появилась информация, что Белянинов сможет, кстати, продолжить госслужбу. Моя коллега Дарья Надина сейчас общается с публицистом и общественным деятелем Сергеем Шаргуновым. О чем я надеюсь, мы еще поговорим? Здравствуй, Даша. Здравствуйте, Сергей Александрович. Здравствуйте, здравствуйте, друзья. То есть вы считаете, что у Белянинова есть шансы продолжить работу на государство? Я не ошибаюсь? Нет, мы сейчас говорили про назначение посла на Украину, мы говорили про смещение Зурабова. Вот это решение я, безусловно, приветствую. Теперь мы, значит, с вами переходим к вопросу Белянинова. Вы знаете, судя по тем уликам, которые уже есть, и судя по тому, что сегодня Федеральная служба безопасности проводила очередной обыск, над таможенным ведомством нависла густая тень. Можно сказать, навис домоклов меч. И я это связываю с появлением новых энергичных кадров в силовых структурах. Мне кажется, что прежняя круговая порука может быть разрушена. Мне кажется, что сегодня с самого верха дан карт-бланш на то, что неприкасаемых у нас нет, вне зависимости от их прежней выслуги, от их степени лояльности и от глубины их связей и контактов. Вот хотелось бы в это верить. В любом случае, вот когда приходят к человеку, который занимает высший пост в одном из ключевых ведомств, и обнаруживают, что у него, ну просто как в скверном анекдоте, какие-то тонны и центнеры этих самых заграничных и отечественных бумажек, не смешно в этом анекдоте совсем. Сложно отрицать, что человек действительно умеет хорошо считать, причем действительно в какой-то неевклидовой системе счисления, потому что давайте вот сейчас посмотрим. Только что архитектор нам сказал, что такой дом можно было построить за год. Сам Елиминов сказал, что он накопил на него из личных средств. Но вот дело в том, что дом был построен в 2006 году в декабре, а вступил в должность главы таможни он в мае 2006 года. То есть, ну примерно 6-7 месяцев. А при учете, что он с женой получает в месяц, за год, прошу прощения, 60 примерно миллионов рублей, то есть это получается в среднем где-то сотни лет. Каким образом это возможно? Почему мы не знаем, что у нас миллиардеры кругом и всюду? Я думаю, что должность счетовода может оказаться актуальной и не лишней, в том числе в местах не столь отдаленных, например, при пошиве варюшек или телогреек. Но вообще-то проблема ведь не только в данном господине. И, как говорится, следствие разберется. Но хотелось бы, чтобы оно на полном серьезе разбиралось. Когда мы видим, что ведущие, крупнейшие следователи у нас оказываются арестованы и отправлены в тюрьму, потому что предъявляются серьезнейшие улики, то речь идет о системе в целом, поскольку откуда люди приходят в те или иные министерства и ведомства на вот эти важнейшие ключевые позиции? Они приходят уже с деньгами. И многие ставят вопрос о том, что за получение той или иной, как считается, хлебной должности уже вносятся определенные деньги. И дальше человек как бы чувствует себя в таком положении, что он пришел на кормление. Вот в свое время господин Бельянинов как бы неудачно пошутил, общаясь с президентом. И президент его тогда оборвал. Может, вы помните эту историю. Он сказал, слушайте, ну дайте нам время еще для себя поработать, чтобы самим заработать, сказал господин Бельянинов. Но увидев помрачневшее лицо президента, сказал, ну это шутка. Я думаю, это было временное помешательство при учете, что он смотрел на Владимира Владимировича. Ну вот, вполне себе доступная биография Бельянинова. Он был заместителем председателя правления одного из банков. Потом промоэкспорт, потом Рособоронэкспорт, потом Федеральная служба по оборонному заказу. Ну, в общем-то, я не думаю, что он пришел дорабатывать. Все связано с деньгами, как вы видите. То есть человек идет из банка, потом занимается экспортом в разных сферах. Рособоронэкспорт, да, пресловутый. Значит, приходят на таможню. А таможня это у нас притча во языцах. Ну, не будем наивными. Все прекрасно понимают, что такое у нас таможня. И можно приходить в таможню. А вот в 2006 году, прошу прощения, был построен дом за миллиард. И до сих пор никто не заметил о том, что дом стоит миллиард. И владеет им товарищ Бельянинов. Прошу прощения, господин уже Бельянинов. И никто не проверил, откуда доходы, откуда трудовые или нетрудовые. Почему так бывает? Ведь проблема еще состоит в том, что, как правило, наша знать за эти 20 с лишним лет уже научилась использовать минимальные лазейки. Но когда обращаются к тому или иному министру, он говорит, ну я это заработал, когда бизнесом занимался. Или переписывается все на ближний круг. Причем не только на родственников, но на сподручных. И когда деньги оказываются уже даже не на счетах, а так, видимо, для мелочи в этих самых коробках. Кстати говоря, скажем, что все началось расхищение еще с тех самых коробок из-под ксеркса. Теперь у нас коробки из-под обуви. Когда на себя уже записываются роскошные дома, это значит, что наглость прет. А вы проверьте, сколько записано на других, что там находится на других счетах, что выводится в офшоры, что переписано на ближний круг. Вот это ключевые вопросы. Ну, на самом деле, сложно с вами согласиться, учитывая, что, ну, как бы, скажем так, деньги – это величина постоянная, а вот количество обладающих ими – величина меняющаяся. Так вот, например, вот в этом году у нас число бедных выросло в разы и просто рекордные 20 миллионов человек. Ну, можно представить, скажем так, чьи деньги лежат в фундаменте нескольких домов, а то и нескольких десятков домов, может быть, на Рублевке, может быть, где-то еще. Но, в целом, ход вашей мысли мне понятен. Вот смотрите, вот еще одна цифра. Да, вот сейчас высшая школа экономики обнародовала данные, что 42% россиян – это даже не 20%, 42% россиян – не могут себе позволить в полной степени, во-первых, покупать одежду и экономят на еде. Вот это и есть настоящая бедность. У нас объективные обстоятельства, при которых, ну, максимум 10% владеют огромным процентом, имеют 90% богатства страны в собственных руках. А я говорю про количество нищих. Это гораздо более страшно, учитывая, что эти люди смотрят телевизор. Ну что ж, большое спасибо вам, Сергей Александрович, спасибо Даше. Моя коллега Дарья Надина сейчас общается с публицистом и общественным деятелем Сергеем Шаргуновым. Спасибо.